Всем привет! Владимир Лесимха. Я хотел два слова сказать в связи с семинаром, который прошел у Иереса по грибке, где Петя Павловский пытался пропагандировать идеи дибертарианства в отношении иодута, иудаизма. И, по-моему, эти идеи совершенно очевидные и, в общем-то, не новые. Их уже кто угодно давно аккандирует. И разные совершенно люди. И Фейглин 20 лет одной тоже говорит. И не только Фейглин. И понятно, что это не Фейглин идея. Он взял их из мудрецов и все это давно написано. Но многие религиозные люди, как выясняется, прямо там же на семинаре, и вот я написал пост на эту тему, такую короткую реакцию, и тут же пошли реакции именно религиозных людей, которые считают, что нужно заставлять соблюдать заповеди, вплоть до того, чтобы делать это законодательно. Мотивирует это тем, что... Мотивирует тем, что иначе государство потеряет свой еврейский характер. Дескать, если пойти на поводу у левых, то даем палец, откусят руку и так далее. Есть вещи, где мы не можем пойти на компромисс и так далее. И тут такого рода разговоры. Я буквально несколько слов на эту тему хочу сказать. Я на эту тему дал длинный урок. Умерец. Ну, такой семинар. Семинар занимает 3 часа, потому что есть реакции в процессе и так далее. Понятно, что никто не будет сейчас слушать 3-часовую запись. Поэтому я попытаюсь очень-очень коротко, буквально в течение нескольких минут, высказаться на эту тему. Именно не с точки зрения тактики, не с точки зрения того, что нам выгодно, что нам не выгодно, что выигрышная позиция, что проигрышная позиция, а именно с точки зрения самой Торы, да, с точки зрения идеала, предположим, у нас были бы все возможности сейчас. Стоит ли, если при таком раскладе, заставлять соблюдать заповеди, да, ну, например, там, законодательно закрывать магазины в шаббат или законодательно отменять транспорт по субботу, да. Собственно, вот Петя на эту тему говорил, но, судя по реакциям, было понятно, что люди с этим не согласны. А поскольку Петя-то не был рок Торы, да, он, как бы, говорил в чисто практическом ключе, да. Значит, я хочу попытаться восполнить этот дискорз с точки зрения, собственно, Тора. Я не буду вдаваться сейчас там в подробности Галахова, вот и так далее, не пугайтесь. Значит, опять-таки, я не буду сейчас называть источники, вы можете все это найти, если очень захотите. Я говорю, так ли, то, что я выучил, скажем так. Опять-таки, это моя учеба. Значит, идея такая, что народ подобен ребенку, который растет и взрослеет. В начале, когда дети маленькие, мы заставляем их делать какие-то вещи, мы запрещаем им делать какие-то вещи. Ну, например, простой пример. Мы говорим, ни в коем случае никогда не трогай спички. Это то, что мы говорим ребенку, там, трех лет, там, иди лет, не важно. Значит, когда ребенок вырастает, когда он уже, там, 16-летний дыл, да, там, и так далее, или раньше даже. Мы ожидаем от него, что он возьмет спички и пойдет, поможет нам готовить. Это вполне нормально. То есть в нашем воспитании меняется что-то, да, жесткие методы воспитания, которые мы применяем к маленьким детям, потому что иначе нельзя, потому что он просто сунет пальцы в розетку, или там, и пожжется, или не знаю, что еще. Поэтому, естественно, бьем по рукам. А что еще можем сделать? Это нормальная реакция. Нормально, так сказать, воспитывать детей жестко, потому что они по-другому не понимают. Но по мере взросления ребенка методы смягчаются. Они, методы меняются, они переходят на убеждение, да, вплоть до того, что взрослого человека нам не приходит в голову наказывать. Взрослого человека мы, так сказать, мы разговариваем как со взрослым. Это нормально абсолютно. И это та же динамика происходит в процессе взросления, в кавычках, народа. И откуда мы, собственно, это учим? Есть несколько мест, откуда мы можем это выучить. Но самое яркое, на мой взгляд, место в Торе говорит так. Как только вышли из Египта, еще не успели дойти до горы Синай, пришли в место, которое называется Рафидзим, и там кончилась вода. Масал-Маривайта, да, называется там. Значит, там кончилась вода. И пришли к Моисею и сказали, зачем ты нас привел в эту пустыню, мы тут все погибли, там не знаю что. Короче, нет воды. И Моисей обращается к небу и получает заповедь пойти к горе Хореев, то есть к горе Синай, да, еще до того, как была Донатора, прийти туда и там ударить по скале. Ударить по скале, по утесу и польется вода. И это то, что он делает. И все хорошо, так сказать, он выполнил заповедь. Теперь, когда происходит ровно та же ситуация, через 39 лет, да, 30 лет с блуждением по пустыне, умирает Мирьям, и, как известно, исчезает колодец Мирьям, который такой волшебный, который за ним ходил 40 лет, да. Я сейчас не вдаюсь в детали, что это означает. Та же заповедь, казалось бы, та же ситуация. Кончилась вода, Моисея заповедно говорить со скалой. Не бить по скале, а говорить со скалой. И мудрецы говорят, что скала за это время подросла, и уже с ней можно разговаривать, а не бить. И это очень важный мессер. Почему он так важен? Потому что мы, может быть, не замечаем это, потому что для нас это некий проходной эпизод в Торе, может быть, не самый важный. Как бы нам так кажется, это не самое известное место в Торе. Но если задуматься, именно на этом погорел Моисея. Именно из-за того, что он ударил по скале, он не вошел в землю Израиля. Ему сказали, что ты не введешь, ты, Яарон, не введете эту общину в землю обитаванную, потому что ты не осветил мое имя. Не поверил мне и не осветил мое имя. Это то, что ему Творец говорит. То есть, иными словами, вместо того, чтобы убедить вот этого уже подросшего подростка, вместо этого он ударил. Он применял методы, которые годятся в прошлом поколении. Два поколения есть. Выходцы из Египта — это рабы. В Египте они были рабами. И они понимают только палку. И поэтому из-за поведения ударить по скале, иначе они не поймут. А поколение, которое выросло в пустыне, это свободные люди. Они не только не понимают палку, они не приемлят палку. Там нельзя бить. Это очень важный мессер, который нам дает Тор. И это мессер на всю нашу историю. Что такое пустыня? И Хескель говорит, «И отправлю вас в пустыню народов, и буду судиться с вами там лицом к лицу», говорит Творец. То есть пустыня — это Галут. Пустыня — это образ Галута. Почему это образ Галута? Потому что в пустыне нам все время приходить с места на место. Там нельзя поселиться. То же самое в Галуте. Как только евреи где-то обосновались, их оттуда изгоняют, какие-то погромы, я не знаю, что еще. Это Галут. Мы все время знаем, что это пустыня народов. И что нам говорит Раша на этого Хескеля? Он говорит, «Это та самая пустыня, по которой ходили 40 лет». То есть надо понимать, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что аллегория, вот этот эфемизм пустыни, то, что здесь нам понятно, мы Хескеля, что индейцы ведут Галут, то же самое мы должны понять и в Торе. В Торе используется та же самая аллегория, аллегория пустыни, что означает Галут. То есть, иными словами, вот эти 40 лет блуждания по пустыне, это наше изгнание, наше, если угодно, вот эти 2000 лет Галута среди народов, да, Митбар Амим, да, пустыня народов. То есть, нам дали Тору палками, потому что мы по-другому не понимали, говорится про это, что подвесил над ними гору, как корыто, и сказал, либо вы принимаете Тору, либо здесь будет ваша могила. Это дарование Тора на горе Синай. А дальше говорят мудрецы, что в праздник Пурием, в праздник Пурием принята была Тора по желанию. И поэтому Пурием это величайший праздник, который не отменится никогда, даже когда все остальные праздники отменятся. А почему, собственно, они должны отмениться? А вот именно потому, что мы выросли из пеленок, нам уже неинтересно, понимаете, когда мы там в год празднуем, что ребенок начал ходить, или в два года, что он начал разговаривать, да, и ставим ему там свечки на торт, и празднуем там какие-то детские, так сказать, этапы, да, то смешно это праздновать, когда человек уже вырос, понимаете? Это уже не та ситуация, понимаете? Значит, эти праздники, которые связаны с выходом из Египта, они уйдут, потому что появится что-то более существенное. Это написано прямым текстом, у пророка, да, что перестань, что говорить, Бог выведший меня из Египта, а будешь говорить, Бог выведший меня из страны северной и из всех остальных стран, зато ты нас изгнал. Да, эта ситуация, собственно, уже пришла, как известно. Или там в процессе, да, кибуцкий дает еще не окончен, но тем не менее, так сказать, уже понятно, что северная страна, и так далее. Значит, мы находимся на совершенно другом этапе, у нас уже есть некое событие, системообразующее, так сказать, да, повлиявшее на наше мировоззрение, которое оттесняет выход из Египта на второй план. Значит, нам уже сегодня, в каком-то смысле, многим, большинству, скажем так, День независимости, он ближе, чем выход из Египта, потому что в северном Египте, так сказать, мы были сами, и мы сами оттуда вышли, да, нам не надо объяснять, что такое египетское рабство, мы сами это прекрасно понимаем, и что такое рыба бесплатно, мы понимаем, там, и так далее, да, мы понимаем все эти символы, которые там были, понимаете, и строительство пирамид, там, и прочее, да, нам все это понятно, нам не надо это объяснять, поэтому это то самое событие, которое сегодня формирует наше мировоззрение, а вовсе не какие-то древние, так сказать, выход из Египта, да, хотя то было прототипно. Окей, значит, тут нам нужно понять такую вещь, да, я еще два слова скажу, что вот этот вот колодец Мирьям, это устная тора, так говорят мудрицы, они говорят, что манна небесная, это письменная тора, а вот эта вода из колодца, снизу, да, из земли, это устная тора, то есть, иными словами, сухое учение не воспринимается для того, чтобы его смягчить, так сказать, дать немножко воды нужно, да, иначе жажда, так сказать, наступает, да, мы не в состоянии его съесть, и поэтому, поэтому необходимо толкование, вот эта устная тора, толкование, это то, что нам дает возможность понять письменную туру, да, невозможно жевать манн сухомят, грубо говоря, да, мы должны, нам нужна вода, и вот эта вода на протяжении всего Галута у нас была, то есть, вот эта устная тора, вот это толкование, то есть, иными словами, Мишна и Талмуд нас устраивали на протяжении всего Галута, но дальше, что произошло, началась эскала, эмансипация, так сказать, выход в университет, и так далее, и вдруг, на фоне вот этого всего, на фоне прорывов в науке, тора в йотамудическом толковании оказалась чем-то, стала восприниматься как что-то примитивное, отсталое, окаменевшее, и так далее, и возникла некая жажда, новая жажда, жажда нового толкования, да, дайте нам, для того, чтобы нам понимать письменную туру. Так вот, Талмуд перестал восприниматься как что-то адекватное современности, да, и поэтому начался резкий отход от толмудического иудаизма и снятия кипы. Равкук на эту тему говорит, что мудрецы Торы должны были раскрыть некоторые тайны Торы, для того, чтобы восстановить баланс между наукой, которая ушла далеко вперед, и между верой, которая осталась далеко позади. Да, то есть, иными словами, вот эта идея раскрытия Торы, это как раз и есть извлечение вот этой воды из скалы, если задуматься, да, потому что вот эта жажда нового толкования вместо того, которое уже устарело, она возникла естественным образом, и вместо того, чтобы бить по скале, а скала символизирует руководство общины. Это тоже говорят мудрецы, да, надо почитать скаббалистов, они это говорят. Вот это вместо того, чтобы уговорить, вместо того, чтобы убедить, вместо того, чтобы дать такое толкование, которое примирило бы Тору с современностью, да, вместо этого были удары по скале. были удары и со стороны Виленского Гаона в отношении хасидизма в начале, а дальше Хатам Софер, так сказать, построил стены и создал современную ортодоксию. Ты можешь сделать? Значит, это как раз вот та аллегория, которая там рассказана про то, что Мирьям умерла и воды не стало, да, вот это, так сказать, Мирьям олицетворяет вот это женское начало, то, что нам, так сказать, приводит жесткое, сухое учение, так сказать, к нашей современности, к нашему пониманию нормальному, практическому причем, да, вот это то, что здесь скрыто в этой аллегории. И отсюда мы учим простую вещь. Почему бодрецы сказали, что нельзя записывать устную тору, да, есть запрет на запись устной торы? Значит, ну, по-простому, у нас есть три времени и три торы, да, есть письменная тора, которая относится к прошлому, потому что она уже записана и уже нельзя изменить, и поэтому она относится к прошлому. У нас есть устная тора, которая звучит сейчас, в данный момент. И есть тайная тора, которая раскроется в будущем, да, вот эти три времени. Соответственно, Галаха учится из, сейчас, из устной торы, как бы, устная тора, то есть, это сегодняшнее, современное толкование, которое может быть произнесено только сейчас, в данный конкретный момент, для данного поколения, в данных обстоятельствах. Понимаете, другое поколение не может понять этого, потому что оно же в других обстоятельствах, в других исторических реалиях. Значит, это та причина, по которой устную тору записывать нельзя. Теперь, ну, почему же, собственно, такой жесткий запрет, да, а именно потому, что то, что произошло с Талмудом, когда записали, вынуждены были записать, да, записали из-за того, что возникла опасность того, что тора забудется, и поэтому было сказано, что это время нарушить тору, да, то есть это время нарушить тору во имя небес, да, это то, что они сделали, и поэтому мудрецы записали, соответственно, записали устную тору. Это был вынужденный шаг. А в чем состоит опасность? Опасность состоит именно в том, что мы видим сегодня, что когда сегодня изучают Талмуд, то не видят вот этой самой динамики, не видят, что тогда эта тора устная соответствовала тому времени, а сегодня она не соответствует. И поскольку этот принцип динамики улетучился за это время, да, поскольку не понимают, очень многие не понимают, что сегодня многие вещи не актуальны, и ссылаются на Талмуд, как на самый крутой авторитет, да, ну как же, мудрецы же сказали, понимаете, не понимая, что это было верно на тот момент. Что такое на тот момент? На тот момент это в течение двух тысяч лет, на секундочку, и это не одна секунда, две тысячи лет Галута, это было актуально и справедливо, понимаете, но ситуация резко меняется, Рафшерки это говорит, ситуация резко меняется, когда мы уходим в Галут, и ситуация резко меняется, когда мы возвращаемся с Галута. Вот тут происходят качественные изменения, понимаете, и из-за того, что происходят качественные изменения, та тора, которая была актуальна в том положении, в другом, да, в изгнании, Она перестает быть актуальной сегодня. Что значит Тора перестает? Тора-то осталась, Тора вечно. Но толкование должно измениться, понимание должно измениться. Понимаете? И поэтому наступает вот эта жажда, когда умирает Мирьям и исчезает колодец. Исчезает вот то толкование, которое было раньше, перестает утолять жажду. Понимаете, что происходит? И когда люди не понимают, что ситуация кардинально изменилась, и поэтому нужно изучать в Талмуде, найти, а там это есть, в Талмуде есть искры, которые актуальны нам сегодня. Но их надо вытаскивать. Это не так просто. Понимаете? А когда люди ссылаются на то, что у нас вот в Талмуде же написано, понимаете, и они абсолютно убеждены, что значит это актуально сегодня. Нет, не значит. Значит нужно читать мудрецов более глубоко, глубже их читать. Они объясняют это. Вот эта фраза, что нельзя записывать к устному Тору, она именно этому нас учит. Что нужно понимать, что тут лежит опасность в записи устной Торы. Именно состоит в том, что ты будешь к ней относиться, как будто это руководство действует тебе сегодня, а на самом деле ситуация уже изменилась. Это уже не подходит сегодня. Понимаете? Значит, возвращаясь к первоначальной теме. Народ растет. Народ вырос из коротких штанишек, понимаете? Мы уже должны понимать, что сегодня невозможно ничего делать насильно. Раф Кук еще сто лет назад говорил, что в наше время, имелось в виду и вовремя, и тем более наше, да, можно приближать к Торе только любовью. Только любовью. Значит, никакими палками невозможно ничего поделать, можно выгнать, да. Я возьму на себя смелость трактовать историю про Шамая Гилеля, когда пришел этот герб, который стоял на одной ноге, да. Шамай его выгнал с помощью строительного метра, а Гилеля, наоборот, значит, его пригласил, да, там, по-любому, то, что называется. Значит, мы можем выучиться с этой истории, что палкой можно только выгнать. Понимаете? Палкой можно только выгнать. Когда нам говорят, что после прихода Машеха Галаха по Шамаю, то, на мой взгляд, можно это трактовать так, что после прихода Машеха стать евреем, быть евреем будет престижно, и поэтому мы не будем заинтересованы в том, чтобы принимать геров, потому что мы не в состоянии проверить, насколько искренне они приходят. И поэтому их будут гнать, перестанут делать ги-юр, это известная вещь, да. Но до сих пор, пока это не произошло, по Шамаю нельзя, потому что по Шамаю можно только выгнать. И поэтому по Гилелю Алаха у нас сегодня, понимаете, что мы должны приближать. И это то, что говорит Раф-Бук, что в наше время только полюбовно, только любовью. Понимаете? Значит, когда нас заставляют тем или иным образом, законодательно или каким угодно другим, заставляют соблюдать заповеди, это только отталкивает идея Тора, это же банально, это следует прямо из самой Торы. Прямо из самой Торы. Тора говорит, и придешь ты к судье того поколения, да, к Уэну, к судье того поколения, и что он тебе скажет, то ты и будешь делать. Значит, Рафшерки задают интересный вопрос, он говорит, почему сказано того, который будет в те дни, да, к судье, который будет в те дни. Спрашивается, и так понятно, что судья, который в те дни, как ты можешь прийти к судье, который давно уже умер, которого нет. Понятно, что ты приходишь к судье, своему современнику. Значит, зачем сказано в те дни? Это же лишние слова. И Рафшерки объясняет, что в те дни это имеется в виду, можно так понять, по крайней мере, что это к тому судье, который живет в современности, который понимает современность, который является судьей тех дней, а не прошлого. Понимаете? Потому что у нас много судей, которые живут прошлым, которые вот прочитали в Талмуде какую-то вещь, вот там же написано, значит, вот так и надо. Понимаете? А это давно окаменело, это не соответствует современной ситуации. Вот это примерно то, что я хотел вам сказать. Младимир Симха, всем вам.